Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 24 мая. Вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Из этого выпуска вы узнаете, сколько стоит пшеница нового урожая, как Россия намерена бороться с реэкспортом зерна и что рассказала о фермерах сельскохозяйственная микроперепись. Мировые цены на пшеницу продолжают ставить рекорды. На европейском рынке новый урожай достиг отметки в 420 евро или 445 долларов за тонну. В какой-то момент во время торгов цена взлетала даже выше 465 долларов за тонну. Такой импульс рынку придала новость о том, что Индия закрывает экспорт пшеницы. Российское зерно на старте сезона тоже обещает стоить дорого. Глава Экар Дмитрий Рылько оценил июльский фьючерс в 400 долларов за тонну на базисе ФОП «Новороссийск». Эксперт отметил, что пшеница из России этой весной продается серьезным дисконтом. Он достигал 40 долларов, сегодня составляет примерно 20-25 долларов за тонну от цены румынской пшеницы на базисе ФОП «Констанца». На внутреннем же российском рынке стоимость пшеницы по-прежнему ограничена экспортной пошлиной и крепким рублем. Это наиболее сильно ощущается на юге России, где в последние 2-3 недели спрос со стороны экспортеров ослаб. По данным аналитического центра Росагротранса, в глубоководных портах пшеница 4-го класса подешевела на 400 рублей до 15,5 тысяч рублей за тонну без НДС. Закупочные цены на малой воде остаются на уровне 14 900 рублей без НДС. А вот так выглядит индекс цен в портах от Союза экспортеров зерна. В Росагротрансе отмечают, что переработчики предлагают аграриям более высокие цены, чем экспортеры, но объем закупок ограничен. Так что выбор у сельхозпроизводителей, которые все еще держат зерно, невелик. Либо продавать на внутренний рынок, либо уже ждать нового сезона, когда квоты обнулятся, экспортеры снова свободно выйдут на рынок. Кроме того, остается надежда, что и рубль в июне начнет, наконец, слабеть. По крайней мере, Минэкономразвитие обещает, что в начале лета доллар подешевеет до 70 рублей и будет постепенно расти его курс. К концу года он укрепится еще на 6 рублей. Начало июня – лучшее время для того, чтобы присмотреться к новым сортам зерновых и масличных культур. Группа компаний «РЗ Агро» приглашает аграриев посетить Дни поля в хуторе Донской Зерноградского района и в хуторе Вишневка Морозовского района. Селекционеры Национального центра зерна имени Лукьяненко, Всероссийского института масличных культур имени Пустовойта, Донского и Северокавказского аграрных научных центров покажут на полях свои новинки и расскажут о них. Вы сможете увидеть 120 сортов полевых культур, а также узнать нюансы возделывания этих культур. Команда специалистов «РЗ Агро» поделится результатами исследований собственной производственной лаборатории и наглядно на поле покажет варианты элементов технологии выращивания зерновых и зерновобовых культур, а также масличного льна. Кроме того, 7 июня на Днеполя в хуторе Донском аграрии смогут посмотреть технику и оборудование для точного земледелия. Специальным гостем мероприятия станет глава Ассоциации электрон-агра Алексей Трубников. Подробности вы можете узнать на сайте компании «РЗ Агро», а также по телефону, который видите на экране. Еще неделю назад Савэкон пророчил России рекордный урожай пшеницы. Теперь, похоже, он может стать суперрекордным. Аналитический центр повысил свой прогноз по валовому сбору до 88 миллионов 600 тысяч тонн пшеницы. Прежняя оценка была более чем на миллион тонн ниже. Савэкон объяснил, что озимые пребывают в отличном состоянии, а площади под яровой пшеницей должны вырасти. Впрочем, сев яровых еще продолжается, и в этом смысле глава ИКАР Дмитрий Рылько высказывается довольно осторожно. Он полагает, что валовый сбор может составить не менее 85 миллионов тонн, но при благоприятном развитии событий и все 88 миллионов тонн пшеницы аграрии могут намолотить. Главный вопрос, который логично задают аграрии, слыша о рекордных урожаях, насколько же упадут внутренние цены на пшеницу. Пару месяцев назад наделал шуму документ Минсельхоза России, где были перечислены цены, по которым государство намерено покупать зерно в интервенционный фонд. И цены эти были, мягко говоря, далеки от реальности. Например, за пшеницу третьего класса Минсельхоз предлагал платить всего 12 600 рублей без НДС, а за четверку 11 900 рублей без НДС. Теперь же Минсельхоз готов поднять цены примерно на 2000 рублей по сравнению с прежним прайсом. Эти цены относятся ко всем субъектам Российской Федерации. Логика зерновых интервенций предполагает, что когда на внутреннем рынке цена на пшеницу опускается слишком низко, Минсельхоз может закупать зерно в интервенционный фонд, чтобы поддержать цены. Когда же они, напротив, взлетают слишком высоко, Минсельхоз проводит товарные интервенции, то есть продает зерно и, соответственно, таким образом он может остудить рынок. Пока неизвестно, сколько зерна правительство собирается закупить в интервенционный фонд. В июле прошлого года Минсельхоз заявлял, что неснижаемый запас должен составлять не менее 3 миллионов тонн зерна. Эксперты аграрного рынка говорят, что рекордный урожай пшеницы – это самый лучший момент для государственных интервенций. Сколько бы зерна не собрала Россия, все равно сохраняется риск, что наши ближайшие соседи, страны Евразийского экономического союза, могут подложить России свинью в виде реэкспорта пшеницы, ячменя и кукурузы. Как сообщает коммерсант, со ссылкой на свои источники, Россия предложила всем членам ЕАЭС ввести квоты и пошлины на экспорт зерновых в третьи страны. По мнению российского Минсельхоза, это поможет избежать конфликтов, подобных тому, что произошел с Казахстаном. Казахстан весной начал очень активно покупать пшеницу в Сибири, и Россия заподозрила это государство в перепродажах зерна. Потому и ввела запрет на экспорт в страны ЕАЭС до 30 июня. В ответ Казахстан ввел квоты на экспорт пшеницы и муки. Члены ЕАЭС еще в августе 2021 года планировали внедрить единый подход для ограничения экспорта зерна и ряда других товаров. Но идея так и не была реализована. Белоруссия, например, полностью запретила экспорт пшеницы, а вот Казахстан не готов идти на такой шаг. В ближайшее время Союзу предстоит найти баланс между общими задачами ЕАЭС и национальными интересами каждой страны, которая входит в этот Союз. Фермеров в России становится меньше, а их земельные наделы растут. Такой вывод можно сделать из предварительных итогов сельскохозяйственной микропереписи, которая прошла в 2021 году. Эти итоги Росстат опубликовал на прошлой неделе. За пять лет с 2016 по 2021 год количество КФХ и ИП сократилось на 17%. Если в 2016 году ввели деятельность 115 тысяч хозяйств, то в 2021 году их осталось всего 96 тысяч. При этом земельный банк, приходящийся на КФХ, вырос на 2 миллиона гектаров. Увеличилась и средняя площадь, которой обладает КФХ. Например, в 2016 году один российский фермер засевал в среднем 282 гектара. В 2021 году площадь выросла почти до 368 гектаров. Какие еще тенденции можно заметить? Фермеры стали больше сеять зерновых, зернобобовых и технических культур. Площадь сева и тех и других прибавила по миллиону 700 тысяч гектаров. При этом сократились площади под картофелем, овощными и вахчевыми культурами. Они, кстати, занимают теперь всего полпроцента от общей пашни КФХ. Из всех видов сельскохозяйственных животных растет только поголовье КРС. С 2,5 миллионов оно выросло до 3 миллионов. Прирост составил 19%. Можно было бы порадоваться за КФХ, но, к сожалению, глава Национального союза производителей говядины Роман Костюк безрадостно смотрит на будущее мясного скотоводства. Он считает, что производство говядины в ближайшие годы будет сокращаться по причине низкой покупательской способности населения. Население будет переходить на более дешевую – свинину и мясо кур. А вот эти отрасли фактически монополизировали сельхозорганизации. Поголовье птиц в КФХ сократилось на 12% с 11 до 10 миллионов голов. При этом птицы фермы содержат 459 миллионов голов птицы. Поголовье свиней в КФХ просто рухнуло за эти 5 лет. Оно сократилось на 40%. Если 5 лет назад фермеры содержали почти полмиллиона хрюшек, то сейчас менее 300 тысяч голов. И это ничто по сравнению с объемами сельхозпредприятий, которые содержат 24,5 миллиона голов свиней. Ну и вдохновляющая новость напоследок. Статистика Ассоциации Росспецмаш демонстрирует лебединую песню российского машиностроения. В первом квартале 2022 года, благодаря хорошим запасам комплектующих, производство сельхозмашин выросло на 12%. В том числе опрыскиватели на 50%, горы на 24%, тракторов на 8%. Замглавы Росспецмаша Денис Максимкин заметил, что по итогам года рекордных показателей все-таки ждать не стоит. Причины этому известны. Но отчаиваться не стоит. Чебоксарский завод силовых агрегатов недавно начал выпуск грузовиков для бездорожья под брендом «Силант». Универсальный вездеход может быть использован как коммунально-уборочная машина, автомобиль для доставки оперативных бригад, пожарный или запатрульный комплекс, бурильно-окрановая машина, аварийная машина, торгово-коммерческий автомобиль, многофункциональный автомобиль для строителей и железнодорожников. А в сельскохозяйственной отрасли один такой «Силант» способен заменить фургон, самосвал и легкий трактор. А еще легким движением руки его можно оборудовать бороной, картофелесажалкой, культиватором и любым другим оборудованием. В общем, он может все, кроме как опрыскивать посевы с воздуха, потому что все-таки тяжеловат. С такой техникой нам точно ничего не страшно. На этом наш выпуск завершен. Друзья, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш телеграм-канал, если вы еще этого не сделали. И встретимся в следующий вторник! Субтитры создавал DimaTorzok